здравствуйте уважаемые профессионалы и любители шашечной игры вчера ночью мне что-то не спалось и стал пересматривать шашечные стримы старые в итоге обнаружил много интересных партий и сегодня мы с вами рассмотрим две классные партии чемпиона мира сергея билошеева первая партия будет тактической и взрывами вторая партия будет чисто позиционный стиль окружение первую партию сергей белышев играл против кандидата в мастера из города киров натальи антипиной на турнире мастеров сентябре 2020 года вот такая вот леталочка белая а3 летит на f4 черная g7 летит на поле а3 белые ходят жх4 обычно все таки играют либо жх4 либо cd4 распространены наиболее такие два хода черные здесь могут играть f5 hg7 либо меняться fg5 сергей белышев предпочел разменяться такое спокойное позиционное русло окружение здесь белые обычно всегда играют cd4 наталья сделала интересный ход fg3 при первом анализе я думал что это все таки ошибка но потом я пришел к выводу что этот ход имеет место быть так можно играть черные нападают и вот здесь нельзя играть за белых cd4 напрашивающийся ход он уже проигрывает бой бой поставьте видео на паузу и попытайтесь найти разгромную комбинацию за черных черные жертвуют шашку затем вторую и пропускают белых дамки одну дамку вторую и затем проводят комбинацию лестнице то есть видите ловим обе шашки обе дамки белых и как будто бы поднимаемся по лестнице комбинация выглядит не слишком выгодной так как у белых две лишние шашки да но тем не менее это уже выигрыш здесь возможно следующее продолжение но черные грозят пойти сюда и затем подорвать пункции 1 поэтому белым рано или поздно приходится играть bc3 на черные нападают закрываться бесполезно потому что черные поведут вторую дамку поэтому приходится отходить тогда играем bc7 здесь приходится играть и f4 наиболее сильный ход когда нападаем закрываться бесполезно да разменяем две шашки и все и выиграем поэтому надо отходить когда еще раз нападаем надо отходить и вот здесь черные делают важный ход cd6 можно сказать что это позиция практически форсирована возникает после комбинации теперь у белых единственный ход cd2 и черная игра дамкой на d8 и грозит двойная угроза видите черные могут отдать шашку в любую сторону и затем побить либо таким образом либо таким образом но у белых практически снова единственный ход d3 а теперь черные проводят второй второй удар отдают шашку вторую и забирают сразу же 3 и выясняется что вот эта позиция уже окончательно проиграна тут шансов на ничью никаких но тем не менее черные выигрывают только с помощью этюда при сильнейшем сопротивлении сейчас g3 играем дамкой на d6 но сильнее всего белым закрыться с угрозой черные отходят выжидают ну и сильнейший ход gf4 то есть сюда уже бесполезно черные просто сыграет d7 и белым некуда ходить поэтому белые играют gf4 тогда нападаем d6 и цукцванг если бы ход черных был бы они бы проигрывали но здесь ход белых поэтому они вынуждены закрываться и черные выжидают у белых уже единственный ход это жертва и ход gf6 ну и тут возникает знакомые очертания известной позиции играем на d6 и на единственный ход hg7 играем дамкой на f8 и снова на единственный ход бьем две шашки вот такой симпатичный выигрыш после сложной комбинации можете считать его единственным при сильнейшем сопротивлении белых то есть в этой позиции cd4 играть нельзя gf2 играть слабо потому что будет окружение со стороны черных очень сильное поэтому наталья антипина играющая белыми решила в этой позиции разменяться едой 4 теперь если черные будут делать обычные ходы просто развивать свой сильный левый фланг белые могут просто разменяться 2 на 2 вернее 3 на 3 ну и постепенно выводят свою отсталую шашку а1 здесь у них особых проблем нет даже позиция может быть более приятная поэтому сергей белошиев после такого размена белых предпочел сыграть b5 снова окружает и вот здесь наталья ошиблась она разменялась fg5 сергей выводит царскую шашку и хочет загнать шашку белых g5 на бортик и у белых конечно же шашка 1 застрянет и черные постепенно победят белые здесь поставили прикольную ловушку hg3 то есть здесь уже нельзя играть hg7 из-за красивой комбинации со стороны белых также можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых белые играют gf6 то есть сюда бить нельзя потому что побьем 3 приходится бить в эту сторону тогда белые отдают две шашки и наносят свой финальный удар с выигрышем естественно чемпионы мира на такие комбинации не попадаются поэтому в этой позиции сергей белошиев сам провел комбинацию также можете поставить видео на паузу и попытаться ее найти вместо hg7 этот ход проигрывает проводим комбинацию играем ab4 cb6 и f6 ну как бы белые не побили прорываемся на предамочное поле здесь наталья быстро проиграла она сыграла ef2 черные напали приходится закрываться просто ab6 ну и далее bc3 shh2 ab2 b5 dc5 hg7 cd4 черные повели вторую дамку и здесь наталья сдалась эшпиль абсолютно проигран так в принципе большее сопротивление можно было оказать после хода d e5 здесь есть два хода bc7 и hg7 чтобы не дать белым прорваться в дамке подумайте как бы вы сыграли правильно конечно играть bc7 после hg7 у белых есть шансы на ничью а вот здесь ничьей нет то есть на так грозит просто постановка дамки и белые не успеют прорваться потому что мы эту дамку будущую дамку поймаем а если играть d e3 тогда просто поставили дамку снова надо закрываться hg7 зажали шашку e5 ну на ход bc3 нападаем надо закрываться и меняемся 2 на 2 вернее выигрываем шашку здесь уже то есть простой выигрыш вот такая симпатичная партия тактические разборки назовем ее мне понравилось друзья а вам вторая партия сергей белошейф играл белыми против сильного мастера из города ярославль ивана диченко снова леталка белая c3 летит на g5 черная c7 летит на поле e5 ну здесь у белых единственный ход черные грызят выиграть шашку поэтому надо играть g h4 побили побили у черных видно невооруженным глазом что перегружен левый фланг застряла шашка h8 поэтому надо разок напасть лучшего нет ну вот здесь обычно все играют bc7 но иван сыграл bc5 в принципе можно так играть тут ничего зазорного нет нет белые развиваются сильные левый фланг bc3 черные сыграли ab6 с идеей занять пункт a5 и развить свою отсталую шашку a7 белые играют cb4 черные напали b5 возможно вот это уже не сильнейший ход потому что после размена cb2 форсированно создается позиция которую мы детально рассмотрим черным надо отыгрывать шашку и белые здесь играют ab2 и bc3 черные сыграли dc7 и белые сыграли cb4 и вот создалась позиция которую важно всем знать я тоже однажды проиграл подобную позицию в одном из турниров сильному мастеру максиму толдину из краснодарского края очень хочется в этой позиции за черных сыграть hg7 ну давайте посмотрим какие ходы возможны hg7 cb6 cd4 и ed4 лишь один друзья из ходов ведет за черных ничей остальные форсированно проигрывают представляете то есть позиция с огромным преимуществом белых это невероятным кажется да то есть черные вроде бы ощетинились ударными колоннами да в центре такая самса стоит очень сильная но тем не менее у белых везде выигрыш в этой позиции уже смотрите на ход hg7 играем hg6 и здесь возможно два хода значит cb6 на ход cb6 просто нападаем ну и у черных единственный ход cd4 здесь тоже возможно позиция с изюминкой смотрите меняемся d e3 и играем на отсталую шашку g7 ну и далее форсировано ed6 ab4 bc7 ed2 cb6 dc3 черные нападают и вот здесь белые очень красиво выигрывают тоже поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых очень красивый прием ed4 два восклицательных знака то есть в эту сторону бить нельзя потому что будет удар и белые форсировано попадут в дамки черным остается только сдаться а если бить в эту сторону тогда играем hg3 и несмотря на лишнюю шашку черным приходится сдаться но если они еще продолжают сопротивление допустим жертвуют шашку и пытаются прорваться в дамки здесь тоже еще возможно определенная красота смотрите cd4 то есть черным ну лучше всего поставить дамку на g1 чтобы попытаться отъесть шашку d4 но здесь это не получается белые просто играют bc5 то есть если поставить дамку сюда то дамка будет зажата на двойнике а хода fe5 нет потому что после размена выясняется что дамка черный гибнет и белые побеждают вот такая красивая позиция красивый выигрыш так значит cb6 выяснили проигрывает ed4 выпад мы позже рассмотрим предыдущую позицию вот вот в этой позиции ед4 все таки ведет а вот после hg7 ед4 уже проигрывает значит белые здесь побеждают но уже совершенно по-другому играем d e3 тоже непростой ход и на ход fe5 делаем ед2 тоже этот ход найти не так просто значит у черных есть три хода cb6 ед4 еф6 вот эта позиция тоже довольно таки важная так как может возникнуть из многих дебютов значит на cb6 есть два хода правильно конечно играть еф4 напрашивающийся ход dc3 быстро проигрывает черные неожиданно жертвуют шашку и выясняется что побеждают здесь уже именно черные то есть играют b5 если белые просто будут играть позиционно допустим hg3 gf6 fe5 то черные нападают и белым некуда ходить потому что на единственный ход cd4 черные прорываются в дамки побили побили и черные выигрывают у меня однажды на стриме тоже возникла подобная позиция я здесь еще сопротивлялся сыграл cd4 черным приходится бить на e3 затем сыграл hg3 затем gf6 и провел комбинацию ну вернее ударчик но здесь выясняется неожиданно что все сводится к проводке шашки c1 то есть все форсировано черные проводят обе шашки в дамке затем проводят шашку f8 так называемая проводка c1 возникла и постепенно побеждают вот друзья кто не знает как выигрывать с помощью проводки шашки c1 подсказку оставлю верхнем правом углу хотя я сомневаюсь что среди вас кто то есть такие люди наверное уже все знают как выигрывать так то есть выяснили dc3 за белых проигрывает в этой позиции из-за жертвы и связки но неожиданно белые в этой позиции могут разменяться именно назад в чем идея теперь рано или поздно возникает вот такая связка и здесь белые уже спокойненько выигрывают допустим просто развиваемся и ждем когда у черных закончатся ходы потом меняемся назад на ход fe5 идем в дамки если черные нападают тогда связываем их и на ход cd4 играем fg3 бой-бой и проводим удар бьем на h2 и здесь уже выигрыш на единственный ход напали надо отходить сыграли же h2 и затем еще раз напали приходится жертвовать шашку тогда щедро отдаем дамку и побеждаем вот такой техничный выигрыш так разобрали ход cb6 очень хочется в этой позиции сыграть ef6 то есть не давая хода dc3 из-за удара и d4 тогда белые здесь играют hg3 так нападать бесполезно просто нападем и черным некуда ходить поэтому остается играть d4 здесь белые проводят симпатичную комбинацию отдаем шашку первую затем вторую и прорываемся в дамки стандартная комбинация и вот здесь ну на обычные ходы просто грозим напасть связать две шашки черных и потом их выиграть а если черные жертвуют шашку допустим таким образом и игра cd2 здесь выигрыш очень непростой смотрите практически этюдный выигрыш нападаем на шашку черных и загоняем их на поле c1 затем играем дамкой на g3 то есть теперь шашку отдавать бесполезно потому что грозит ловля дамки черных поэтому черным надо играть cd2 ну либо на e3 без разницы мы размениваем дамки и выясняется что это позиция за белых выигранных например v7 a b4 e d6 единственный ход и нападаем надо отходить заходим в любки как говорится бери любую вот это положение называется любки и на единственный ход e d4 e d e3 вот здесь есть два хода тюдный выигрыш смотрите напрашивается ход b5 но он ведет лишь к ничьи также из-за красивого приема черных смотрите черные играют f2 и на ход a b6 красиво жертвуют шашку dc5 очень тяжелый ход его не просто найти и затем ставят дамку надо отходить нападают еще раз надо отходить и видите не дают провести шашки белых дамки а дамка белых ограничена то есть на сильнейший ход hg7 уходят на b4 и выясняется что дамкой сюда или сюда отходить бесполезно так как черные нападают по большой дороге и позиция повторяется а если белые играют допустим hg5 тогда здесь просто выжидаем b3 ну и снова если белые как-то отходят с большой дороги нападаем и снова загоняем их на большую дорогу остается играть g6 ну и эта позиция конечно ничейная так как видите дамка белых ограничена а других ходов нет это ничья вот такая симпатичная вещь то есть в этой позиции вот в этой позиции надо было найти вместо хода b5 он ведет лишь ключей от hg5 в чем идея белые постепенно проводят обе шашки и черные не могут белым помешать например f2 g6 черные нападают надо уходить ну белые грозят провести дамку поэтому надо сыграть f2 обратите внимание так f2 да и вот здесь белые делают также единственный ход дамка играют на c3 то есть если куда то сыграть на другое поле допустим на 1 или b2 здесь черные уже достигают ничьей из-за известного приема то есть они дц5 и когда белые ведут вторую дамку они отдают шашку и просто нападают форсированную видите и отъедают шашку белых то есть это ничья прошу прощения но в этой позиции есть все таки у белых этюдный выигрыш надо сыграть дамкой именно на c3 и выясняется что на ход dc5 здесь уже жертвы то не будет мы просто ведем шашку в дамке и на нападение можем сыграть на поле e1 видите и черным никак не разменять свою шашку приходится как то отходить куда тут отходить я не знаю ну куда угодно и белые постепенно побеждают вот такой этюдный прием друзья запомните его то есть а если допустим не играть dc5 если сыграть дамкой на h2 то есть теперь шашку вести нельзя h6 потому что будет размен и ничья тогда белые проводят вторую шашку в дамке допустим напали отошли ушли на h4 просто увели дамку на 1 чтобы не было нападения с e1 и здесь уже черные проигрывают то есть грозит постановка дамки на b8 а если черный играет hg3 тогда проводим вот эту шашку в дамке и затем вторую третью дамку вот такой красивый и техничный выигрыш был у белых после хода ef6 значит и последний ход в этой позиции так e d4 e d4 так cb6 разобрали ef6 разобрали вот e d4 здесь белые также выигрывают красиво играем ef4 то есть на ход gf6 или ef6 грозит комбинация на такой ход грозит просто нападение и бесполезно заходить в любки потому что рано или поздно белые попадают в дамки все это проигрывает поэтому черным на ход ef4 приходится заходить любки именно сюда но здесь выигрывает удар d e3 затем e d4 и бьем на h8 здесь ничей у черных нет ну например просто разменялись ab4 hg3 играем важный ход только он ведет к победе ну и далее просто играем gf4 и когда черные подстроятся для жертвы мы выжидаем пока да для жертвы двух шашек чтобы прорваться по флангу выясняется что здесь ничей нет то есть бесполезно жертвовать в этой позиции потому что возникает так называемое распутье сюда дамку не поставишь она будет поймана а если поставить сюда тогда тоже дамка ловится единственный ход f e7 выигрываем с помощью f e5 это мы шпиле у белых конечно же выигрыш так друзья разобрали ход hg7 он проигрывает теперь разберем ход cd4 он проигрывает еще быстрее значит в этой позиции надо сделать важный ход g6 ну не давая ход f4 из-за удара d e3 и мы выиграем шашку так остается единственный ход hg7 тогда играем hg3 и нежданно негаданно выясняется что черных окружили у них нет полезных ходов то есть на единственный ход dc3 белые просто играют bc5 и отъедают шашечку c3 с выигрышем так выяснили cd4 проигрывает в партии Иван Диченко сыграл cb6 этот ход также проигрывает причем красиво белые играют g6 именно так сыграл Сергей Белышев и у черных есть три хода b5 ed4 и f4 hg7 мы уже смотрели примерные варианты то есть на ход b5 мы играем hg3 меняемся и здесь также быстро окружаем позицию черных ну например ed4 gf4 fe5 gh2 бой бой ну и черные проигрывают из-за своей отсталой hg8 например hg7 f2 gf6 fg5 fg3 сюда нельзя из-за удара либо комбинации вот такой поэтому приходится жертвовать шашку меняться здесь просто шашка лишняя разок разменялись и грозим прорваться черным остается только сдаться так b5 проигрывает если черные в этой позиции играют е d4 тогда выигрывает стандартная жертва hg5 и нападение сразу же на две шашки то есть грозим прорваться в гамки и выиграть здесь черным также остается только сдаться партия иван ниченко в этой позиции сыграл еf4 но здесь эта жертва также проходит hg5 и b5 черные еще сопротивляются жертвуют шашку и не дают белым пройти в гамки вот таким образом но здесь за счет лишней белые побеждают играют еf2 и грозят на е4 выиграть таким образом поэтому черным приходится снова жертвовать шашку и играть е4 ну здесь мне кажется выигрыш как угодно можно и так выиграть и так но Сергей Белшеев решил выиграть красиво а он пожертвовал на стриме шашку обратно и просто идет дамки ну и здесь все быстро и красиво заканчивается bc7 gf6 cb6 hg7 ba5 черные грозят разменяться на поле c3 белые ставят дамку на f8 ну и после хода после размена черных белые здесь красиво победили также можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых он довольно таки симпатичный этюдный играем дамкой на h8 у черных единственный ход cb2 и здесь загоняем черных на поле а1 то есть не даем поставить дамку на c1 у черных единственный ход и тогда красиво ловим дамку черных и побеждаем именно так и закончилась партия но вернемся к нашей многострадальной позиции то есть после хода dc7 и хода cb4 мы еще не рассмотрели последний ход e d4 а именно он ведет к ничьей вот именно так и надо было играть черным здесь тоже есть два красивых варианта меняемся d e3 и на напрашивающийся ход f e5 здесь надо сыграть hg3 это сильнейший ход теперь черные снова вываливаются в центр e d4 и здесь если белые сделают напрашивающийся ход ef4 побеждают уже черные то есть у черных все таки есть шанс победить в этой позиции они играют cb6 то есть грозит ход b5 а если белые сами нападают с поля a5 тогда черные проводят красивую комбинацию поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти такая изящная вещь играем d e3 присоска ну и как бы белые не побили тут без разницы допустим две побили играем hg7 и прорываемся на поле h2 преддамочная затем ставим дамку и черные побеждают вот это единственный вариант в котором у черных есть шансы на ничью если если в этой позиции после нападения e d4 белые делают правильный ход ef2 но все остальное плохо играть потому что у черных будет мощный центр вот надо найти именно этот ход позиция белых выглядит ужасной то есть застряла шашка g3 правый фланг перегружен разрыв по флангам но на самом деле это здесь у белых преимущество это сильнейший вариант за белых у черных единственный ход hg7 так как грозит нападение gf6 hg7 gf4 надо играть gf6 и белые здесь прорываются в дамке fe5 и до сих пор у белых преимущество но здесь уже постепенно партия приходит к ничьей несмотря на преимущество ну черные могут поставить дамку надо отходить и вести вторую дамку вторую шашку в дамке при сильнейшем ходе на h2 черным здесь лучше всего сыграть cb2 ну и после размена дамки бьем именно на поле g5 то есть сюда мы не можем побить так как белые выиграны бьем на g5 не боимся этого то есть грозим поставить дамку а если белые бьют на c1 здесь все таки ничья уходим на e3 и после нападения уходим на оси белые еще давят cd2 грозят поймать дамку отходим ну и после хода dc3 здесь уже понятно что эта позиция ничейная да черным надо играть аккуратно так как их шашки находятся в центре у белых у белых тоже зависла шашка на поле c3 поэтому это только ничья друзья если вам понравилось данное видео не забывайте поддержать мое творчество и поставить большой палец вверх подписывайтесь на канал ну и что еще можно сказать хорошо что олегу не спится по ночам иначе бы мы не увидели таких красивых партий до свидания друзья и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках